Xiaomi выходит, друзья, каждую неделю, поэтому с каждым днем становится гораздо сложнее разобраться во всех Xiaomi, где какой находится, почему один стоит дороже, другой дешевле. Голова, друзья, идет кругом от всех этих Xiaomi. Для этого я и создал это видео. Линейки всех телефонов компании Xiaomi. И сегодня вы увидите их, друзья, на одном листе. Сможете прицениться и понять, что вам нужно взять за свои деньги. Многие из этих телефонов вы найдете на моем телеграм-канале со скидками на Алиэкспрессе, поэтому, друзья, подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылочки в описании, также купоны и скидки, если будут, то обязательно я их там тоже отмечу. Вообще, они делятся на два больших сегмента. Redmi и Mi. Сейчас Redmi, по сути, это дочерняя компания, но мы включим ее в основной сегмент. Итак, Redmi, в свою очередь, делится на некоторый сегмент. Первая под линейка называется Go. На данный момент здесь только один телефон. Redmi Go. Сверхдешевый, сверхбюджетный, насколько это, в принципе, возможно, телефон. Обычная звонилка. Если вам не нужны какие-то особые приложения и много фоточек и видео, то Redmi Go это для вас. Или, если у вас денег вообще, в принципе, нет и не подразумевается, то Redmi Go вам в этом отношении поможет. Следующая линейка Redmi A. Здесь идут следующие телефоны. Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi 6A, Redmi 7A и Redmi 8A. Тоже бюджетные телефоны. Здесь они уже немножко повеселее, поподрее. Я хотел бы обратить ваше внимание на Redmi 8A. В этом году получился очень неплохой бюджетник. Все эти бюджетники до 100 долларов приблизительно. Итак, Redmi 8A. Экран 6,22 дюйма. Уже большой экран. Это IPS-матрица, VHD плюс разрешение. Не Full HD, а стандартное разрешение. Но здесь зато Snapdragon 439, 400 серия, отличная. Adreno 505, видеоускоритель, версия 3.32. Для бюджетника уже очень даже неплохо и весело. В Antutu около 90 тысяч баллов выбивает. Все окей. Но фишка этого телефона самая, конечно, основная. Это батарейка на 5000 мАч. Основная камера на 12 мегапикселей. Телефон стоит в районе 5700 рублей. То есть до 100 долларов, около 85 долларов стоит этот телефон. Хорошая цена, прям вообще очень отличная цена. И MIUI 11, друзья, обеспечена вам в этом телефоне. Поддержка, все дела, нужные обновления и так далее. Нравится ли вам такой формат записи? Обязательно пишите в комментариях. И лайком отмечайте все это дело. Подписывайтесь на канал, репостите это видео. Далее мы обозначим под линейку Redmi. Здесь телефоны Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 7, Redmi 8. Года полтора назад самые популярные телефоны были Redmi 5, Redmi 5 Plus. Реально был топчик за свои деньги. И как бы телефоны очень интересные, с хорошими процессорами. В этом году немножечко мимо идут телефоны. И в прошлом году тоже немножечко мимо. Уже их сегмент немножко отходит в сторону. Но все-таки покупатели у этих телефонов есть. Поэтому особого внимания на эту линейку обращать не буду. Они примерно идут от 100 до 130 долларов их цена. Следующая линейка называется Note. Принесшая популярность компании Xiaomi и компания Redmi. Линейка Note. Здесь телефоны Redmi Note 4, помните? Да, конечно же, помните. На 625, не на Helio, на том проклятом Helio. А на 625 Snapdragon. Это был просто топчик. Note 5a, бюджетник тоже в Note серии. Note 5, Note 6 Pro, Note 7. Note 7, наверное, тоже все хорошо знаете. С пятерки вообще все стало очень даже весело. Redmi Note 7 Pro не было глобальной версии в прошлом году. Поэтому был он не очень популярен. Redmi Note 8T. Отличный телефон в этом году. И Redmi Note 8 Pro. Немножечко пролетел он в этом году. Я бы обратил ваше внимание на Redmi Note 8 и особенно T-версию. То есть, та версия, которая дает с NFC. Здесь экран 6,3 дюйма. Это IPS-экран. 409 ppi. Full HD+. Разрешение. Здесь 665 Snapdragon. Новый, обновленный Snapdragon. Видеоускоритель Adreno 610. Версия 4,64. Тип памяти LPDDR4X. И в Antutu набирает примерно 170 тысяч баллов. Итак, хочу отметить очень хорошие показатели. Основная камера на 48 мегапикселей. F1.75. Широкоугольный объектив есть. Макросъемка тоже присутствует. Габариты этого телефона 158,3 на 75,3. Стандартные габариты 2019 года. Батарея на 4000 мАч. Зарядка на 18 Вт присутствует уже в комплекте. Спасибо. И NFC, друзья, как я уже сказал, есть в этом телефоне. Цена примерно на Алиэкспрессе 10 тысяч рублей. Плюс-минус 162 доллара. Отличные показатели. Современный дизайн. Пушка для этого года. Учитывая, что Redmi Note 8 Pro пошел на некоторые компромиссы. И получился не тем телефоном, которого мы в целом ожидали. Хотя есть у него, конечно, плюсы. Но Redmi Note 8T, версия с NFC, просто пушка этого года. Если вам нужен телефон на все случаи жизни, то, наверное, это самый-самый лучший и оптимальный вариант на сегодня. Следующая линейка Redmi – это флагманы. Я обозначу их просто как флагманы. Здесь Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Но, как вы знаете, это китайская версия этих телефонов. Соответственно, аналоги Mi 9T и Mi 9T Pro. И они, по сути, включаются в другую линейку. Но плюс-минус смысл вы поняли. Телефоны эти стоят до 400 баксов плюс-минус. Следующий большой сектор или же сегмент компании Xiaomi – это Mi. То есть, по сути, это основная линейка. Здесь тоже много разных направлений. Допустим, Mi Max. Помните, да? Mi Max 2 и Mi Max 3. Очень хорошие телефоны. Хотел бы обратить ваше внимание на Mi Max 3. Здесь экран 6,9 дюйма. Очень большой экран. Это IPS-матрица, Full HD+, разрешение. 345 ppi. То есть, пиксели не смогли они все-таки растянуть по этому экрану. Но очень неплохой экран получился. 636 Snapdragon, отличный, который не кушает батарею. 509 Adreno-видеоускоритель в Antutu. Плюс-минус 118 тысяч баллов набирает. Батарея здесь большущая на 5500 мАч. Размеры 176,2 на 87,4. То есть, очень большой, лопатообразный такой телефон. Для чего он нужен? Для того, чтобы поглощать контент. Это телефон просто идеален. Играть в игры, смотреть видео и так далее. Почему? Потому что здесь еще стереодинамики есть, друзья. То есть, смотрите, стереодинамики сейчас не устанавливают даже во флагманы. Некоторые компании Xiaomi. А здесь стереодинамики есть. За это большой зачет. В принципе, очень хороший, интересный телефон. Камера на 12 мегапикселей. Апертура f1.9. И, к сожалению, в этом году компания Xiaomi линейку Mi Max не продолжила. То есть, 4-го Max пока что нет. Следующая линейка под названием A. Выделим ее отдельным цветом. Здесь телефоны A1, A2 и A3 этого года. Все вы помните Mi A1, который просто взорвал рынок. Это был просто космос на чистом голом Android. Все было окей. Отличный телефончик. Mi A2 прошел стороной. Хотя он был, в принципе, тоже очень даже неплох. И в этом году A3 почему-то сделали с HD плюс разрешением экран. Нам нужны были все классные, отличные показатели. Ну, по сути, топовые показатели для A серии. И здесь вот такой вот ложок произошел. Не знаю, почему компания Xiaomi так сделала. Но все-таки линейка A, она на голом Android. То есть, который противостоит, по сути, самой же MiUI 11. И, по сути, оболочка опережает саму систему в некоторых отношениях. Не во всех, конечно. Далее серия Mi Lite. Здесь телефоны Mi 8 Lite, Mi 9 Lite. И мы ждем Mi 10 Lite. Mi 9 Lite в этом году получился очень неплохим. Немножечко расскажу о нем. 6,39 дюймов экран, Full HD плюс разрешение. И здесь, друзья, сразу же AMOLED матрица. Центральный камень 710 Snapdragon. В принципе, неплохой. Чуть-чуть уже устаревший. Но очень даже в порядке. 616 Adreno видеоускоритель. Версия 664. Есть и другие версии. В Antutu примерно 217 тысяч. Набирает баллов этот телефон. Батарея отличная. На 4030 мАч. Основная камера на 48 Мп. Sony MX586. Апертура f1.79. Широкоугольный угол есть. И селфи-камера здесь просто пушка на 32 Мп. Есть NFC в этом телефоне. И телефон стоит около 230 баксов. По сути, Mi 9 Lite. Это повторение основного флагмана этого года. Mi 9. Ну и действительно, Mi 9 Lite. Это твоя версия. Далее, линейка Mi SE. Телефоны Mi 8 SE, Mi 9 SE. Mi 10 SE мы тоже, друзья, ждем. Mi 9 SE получился очень даже крутым. В прошлом году на Global очки он вышел. Мега компакт 2019 года. Просто супер. Mi 10, друзья. Очень-очень ждем, что он тоже будет компактный. Заряженный по полной. И плюс еще отличная батарейка, чтобы в нем была. Тогда вообще будет все топчик. Далее идет линейка Mi. Основная линейка. Основные флагманы этой компании. Mi 8. Mi 8 Explorer Edition. Mi 9 этого года. Mi 9 Transport Edition этого года. Также я включил сюда Mi 9T и Mi 9T Pro. О которых я уже говорил не с Redmi K20, а Redmi K20 Pro. Это основные флагманы, друзья. Не буду говорить о них очень подробно. Но вы, наверное, тоже многие подробности о них знаете. Из всех флагманов я бы отметил Mi 9T. Обычную версию по состоянию цены и качества на данный момент. Это, наверное, самый лучший флагман 2019 года. Просто топчик за свои деньги. Следующая линейка это Mi Mix. Возможно, кто-то из вас помнит Mi Mix 1. Который был абсолютно нереальным каким-то монструозно-футуристическим телефоном. Эта линейка всегда движется в сторону суперинноваций, инновационных технологий. Ждем Mi Mix 4. Здесь Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Mix 3. И четверочку обещают тоже еще более интересные и инновационные. С камерой на 108 мегапикселей. Которая на данном момент уже, кстати, вышла. И она вышла в следующей линейке. Это линейка Note. Я очень рад, друзья, представить, что линейка Note у компании Xiaomi все-таки возобновилась. Note 2. Кто-то из вас тоже помнит. Наверное, больше помнит людей Mi Note 3. На 660 Snapdragon. Это предфлагманский тогда был процессор. И в этом году компания Xiaomi совсем недавно бабахнула Note 10. Отличный телефон получился. Со своими компромиссами и моментами. Поговорим о его характеристиках. Экран 6,47 дюймов. Full HD плюс разрешение. Это AMOLED. 730 G Snapdragon. Видеоускоритель 618. Версия на 628. В Antutu плюс-минус 260 баллов. Хорошие показатели. Основная батарея здесь просто пушка. 5260 мАч. И основная камера на 108 мегапикселей. Опература f1.69 от компании Samsung. И селфи-камера здесь на 32 мегапикселя. Тоже очень плохого качества. Телефон стоит около 600 баксов. То есть очень-очень дорого. Хотя, друзья, хочу сразу отметить. Я согласен с некоторыми обзорщиками, что это все-таки не флагман 2019-2020 года от компании Xiaomi. Линейка Note всегда была предфлагманской. Поэтому можно сказать, что это предфлагман. О чем и говорит процессор 730 Snapdragon, который в этом году просто топчик. То здесь нет стереозвука. Это очень даже обидно. Батарея уничтожается очень быстро в режиме фото и видеосъемки. Потому что камера на 108 мегапикселей с большой матрицей просто пожирает процессор. Соответственно, процессор пожирает батарею. И батарея тает просто на глазах. Это минусы основные этого телефона. Друзья, по сути, мы все телефоны обсудили компанией Xiaomi. Я не отметил только Mi Play, который прошел мимо. Телефон так себе оказался. Также Pocophone F1 можно сюда внести. И мы ждем Pocophone F2. Потому что телефон реально разорвал эти года. И это было просто весело. Было просто...